Завершается ремонт автодороги на дамбе ГЭС в советском районе по муниципальному контракту, который был заключен в конце прошлого года. На участке дороги от улицы Приморская до Плотины протяженностью 4,5 километра компания Дурси Плюс уже поменяла асфальтобетонное покрытие и подняло несколько колодцев в завершающей стадии укрепления обочины. На прошедшей неделе в рамках выездного совещания Анатолий Локоть оценил работы, выполненные на важном для города объекте. Программа Хочу напомнить, что в этом году у нас очень большая программа обустройства тротуаров. Связано это не только с комфортом, обустроенные тротуары, ну и соответствующие переходы через проезжую часть. Это прежде всего безопасность новосибирцев, пешеходов и мы придаем там большое значение. Этот тротуар мы ремонтируем по решению суда. Правда решение это касалось абсолютно другого участка. Здесь улица Толмачевская переходит в Толмачевское шоссе, которое потом уже доходит до границы города Новосибирска. И вот как раз на том участке было предписано мэрии выполнить устройство тротуара, что по нашему мнению является очень нелогичным. Там пешеходного трафика нет от слова совсем, поэтому совместно с департаментом транспорта мы инициировали выездное совещание с прокуратурой Ленинского района города Новосибирска на данный объект и определили другой участок. Прокуратура нас поддержала в этом вопросе. В настоящее время у нас выполняются работы и выполнены работы уже по демонтажу старого бордюрного камня. Ведется установка нового бордюрного камня как по проезжей части автомобильной дороги, так и садового бортового камня. Также отсыпается основание из ЧПС. Пока, скажем так, выполнено процентов 20 от общего объема. Независимый контроль, он работает по всем объектам тротуарным тоже. Те вопросы, эти замечания, которые возникают в независимом контроле, они ликвидируются в ходе выполнения этих работ. Есть одна особенность. К первому сентября сейчас мы обращаем внимание прежде всего на те объекты, которые связаны с подходами к школам, с тем, чтобы обеспечить безопасность именно ученику.